День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главное темно дня. Вопросы персональной ответственности. Правительство и губернатор критиковал власти на местах. Груз из Рязани в зону СВО доставлена очередная гуманитарка. Бомбы, деньги, два ствола. В Рязани платят за сдачу незаконного оружия. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокурора в шести регионах страны. В Рязанской области ведомство возглавит Дмитрий Каданев. Напомню, неделю назад его кандидатуру согласовал Совет Федерации. Новый прокурор Рязанской области родился в 1972 году в Твери, в органах прокуратуры с 1997. С 2019 года был первым заместителем прокурора Смоленской области. Все работы по обустройству Ряжского путепровода завершим к осени. Прямо сейчас ведем ремонт прилегающих участков, а еще построим поворот, заявил сегодня на правительстве Павел Молков. Городских вопросов на этот раз было больше остальных. Говорили о состоянии контактной сети, разметки на рязанских автодорогах и замене светильников. Контактные троллейбусные сети – одна из самых болезненных городских тем. Видео с порывами в непогоду в соцсетях появляются уже регулярно. Изношенность проводов уже близка к 100%, на полную замену нужен минимум миллиард. Первый шаг в этом направлении власти уже сделали. Из областного бюджета выделен первый транш – 70 миллионов рублей. Соответственно, теперь, к сожалению, еще какое-то время займут у нас бюрократические процедуры. Их нельзя никаким образом обойти, чтобы довести эти средства до города. Думаю, что не меньше месяца это еще займет. Но мы здесь все, что можем сделать для ускорения, нужно делать. Виталий Евгеньевич, знаю, что вы средства эти ждете, готовы быстро работы выполнить. Здесь Минтранспрошу сделать все возможное для того, чтобы довести их максимально быстро до города. Чуть позднее в своем телеграм-канале Павел Малков уточнил, на что именно должны потратить 70 миллионов городские власти. Замену проводов на Первомайском проспекте по улице Соборной и Ленина. Плюс замена опор на вокзальной Маяковского-Новой площади Мичурина на Московском и Касимовском шоссе. А затем губернатор заговорил о внутренней дисциплине и неорганизованности. То, как работают на местах, сейчас Павлу Малкову не очень нравится. У нас самый низкий показатель по распределению межбюджетных трансфертов у Минтек ЖКХ, Дмитрий Владимирович, около 63%. По мероприятиям благоустройства дворовых, общественных территорий процент еще ниже. И я понимаю, что здесь причина в том числе и несвоевременной подготовки муниципалитетами проектно-сметной документации. Иногда ее вообще нет. Особенно странно выглядят разговоры, когда мы говорим про то, что приезжаем в район, разговариваем про то, что там необходим какой-то социальный объект. Администрация говорит, что у нас поезда нет и не будет. Еще одна долгоиграющая тема – борьба с борщевиком. В районах его все больше, жалоб в соцсетях, соответственно, тоже. В этом году уничтожено 130 гектаров этой токсичной растительности, но этого пока недостаточно. Борщевик достаточно сложная культура, у них нет вредителей, болезней. И, соответственно, для того, чтобы полностью уничтожить, там нужна полная процедура не только использования гербицидов полного сплошного действия, но и борьба с корневой системой. Не всегда, особенно в усиленных пунктах, возможно применить тяжелую технику, ну или даже дискаторы. Поэтому здесь там идет вручная работа чаще всего, ну а на полях мы применяем технику. Много обращений к губернатору в соцсетях оказалось от рязанцев. Во-первых, по состоянию дорожных знаков и переходу к разметке термопластиком. К осени все должно прийти в норму. Во-вторых, по негорящим фонарям на улицах. Здесь будут менять кабели. Их протяженность примерно 320 километров. Ну и, конечно же, жители города волнуют ремонт на Первомайском. Впереди второй этап. 15 числа мы приступим к проведению этих работ. Вот у нас будет перекрыто движение на Первомайском проспекте от пересечения с улицы Кошириной, от военного госпиталя, до пересечения с улицы Пожалостино. Значит, общественный транспорт пойдет по выделенным полосам. На личном транспорте можно будет объехать участок через улицы Семинарская и Коширина. На время ремонтных работ на данных участках будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Время проведения работ около месяца. Просим жителей города понять и принять. Работы очень важны. Пока что все работы шли с опережением графика. На Первомайском ремонтировали круглосуточно. И эти темпы Павел Молков попросил не снижать. Очередной гуманитарный груз из Рязанской области доставлен в зону проведения спецоперации. Причем помощь фронтовикам сегодня идет не только через посылки. Многие рязанцы переводят деньги на специальный счет. В зону СВО доставляют самое необходимое. Откуда вы приехали? С Рязани. С Рязани. Да, счет гуманитарной помощи принесли фанеру. В каждом фургоне 812 листов фанеры. Всего в Новую Каховку из Рязани приехали три такие грузовика. Стройматериалы пойдут на ремонтно-восстановительные работы тех объектов, которые пострадали от обстрелов и ЧАЭС. Такая гумпомощь станет теперь регулярной. Все-таки Новая Каховка – подшефная территория региона. В правительстве заверили, что Рязань скоро приступит к модернизации библиотеки в селе Чкалово. Здание отремонтируют, книжный фонд обновят. На очереди Дом культуры. Напомним, регион помогает жителям Новой Каховки с начала лета. Сюда уже пришло много гуманитарки, лекарства, продукты и другие необходимые вещи. Недавно привезли четыре двигателя для моторных лодок. Их переправят в 387-й полк. Спасибо всем, кто помогает все это время. И по всем вопросам, по которым мы обращаемся, нам всегда идут навстречу. Огромное спасибо от всех наших военных офицеров и солдат, которые служат в 387-м полку. Рязанские общественники на постоянной связи с командирами полков. Именно они рассказывают волонтерам, в чем сейчас особенно нуждаются солдаты. Эту информацию передают всем рязанцам. И уже сами жители решают, как помочь бойцам. Самостоятельно купить вещи или перечислить средства через специальные сайты. Сдал оружие, получил деньги. О таком бартере напомнили рязанцам сотрудники Росгвардии. В регионе действует программа, которая предусматривает денежную компенсацию за сдачу незаконного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сколько стволов сдали рязанцев, расскажем далее. За пистолет 5000, за винтовку 7. Суммы в рублях. Такой, с позволения сказать, преискурант, действует в Рязани за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. Об этом рассказали сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Например, от деда осталось ружье в деревне. Документы не переоформлены, хранится пока незаконно. Тогда последует наказание. Максимум до трех лет лишения свободы. Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но есть в этой статье, как говорится, один нюанс. За незаконное хранение на территории Российской Федерации оружия гражданами предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. В случае, если граждане обращаются добровольно с сдачей того или иного вида оружия, полностью освобождаются от данной ответственности. Для подобных случаев как раз такие денежные вознаграждения и предусмотрены. Минимум 50 копеек за грамм пороха. Максимум за переносной зенитно-ракетный комплекс 15 тысяч. В Росгвардии поделились, что банк еще никто не сорвал. Сдают зачастую старые стволы. Так, за 2023 год гражданами было сдано 18 единиц оружия, из которого 14 единиц гладкоствольного оружия, 2 единицы газового и 2 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения. На общую сумму порядка 80 тысяч рублей. Если сравнивать с прошлым годом, прослеживается положительная динамика. В прошлом году было сдано всего лишь 9 единиц. На общую сумму порядка 40 тысяч рублей. Помимо боевого оружия принимают и спортивное огнестрельное. Обычное 5 тысяч, с нарезным стволом 7. Награда за пневматическое 1000. Можно сдать даже огнестрельное оружие, изготовленное кустарно. За него сотрудники Росгвардии выплатят 2000 рублей. Есть и графа про эхо войны. Боеприпасы времен Великой Отечественной. Бомбы и гранаты, например, принимают по 500 рублей. В Росгвардии напомнили, что сдать такое оружие нужно в отделы внутренних тел по месту жительства. В отделе лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии пояснили, что при добровольной сдаче оружия, которое осталось после умерших родственников, можно переоформить его на свое имя. А сотрудники правоохранительных органов подскажут, как это правильно сделать. В региональном МЧС продолжается марафон, посвященный истории пожарной охраны региона. Ветеран службы Валерий Мартынов рассказывает о самых крупных пожарах, которые произошли на нефтезаводе. Ветеран пожарной службы Валерий Мартынов в период своей работы на нефтезаводе вспоминает с привязкой к двум крупным пожарам. Первый из них от 27 июня 1969 года. Вечером пятницы личный состав пожарной команды играл в волейбол. Площадка была в каждой части. Ближе к пяти вечера, вспоминает ветеран, прозвучала тревога. Пожар на установке АВТ-4. Когда приехали, увидели, что горит дыхательная арматура резервуара. А из канализационных колодцев поднимались высокие столпы пламени. При тушении даже лопнули два рукава. Не выдержали давление. Пока мы меняли этот рукав вместе с ним, происходит сильный хлопок. Я поворачиваюсь к месту. А там люди в расцепную бегут. И стоял тягач артиллерийский, оборудованный на нас лафетной установкой. Он прибыл туда, но мы его не задействовали. И он, как назло, встал на технологический колодец. А из него газит. Не смущено, что он явился повторно этим самым. А у него воздух у заборника, снизу у тягача. И произошел хлопок. Там большая группа людей стояла. Но за счет того, что они были закрыты этим тягачом, никто из них не подстралал. В том числе и директор завода. Но ребята попали, они как? Они стояли в этой зоне, загазованной. И, конечно, и под боюшки, и под все газ постепенно проникал. Когда был хлопок, все это хлопнуло. Самый же крупный пожар произошел 10 июня 1971 года. Валерий Мартынов добавил, что в мировой практике он отмечен как один из сложных и потушенных. От удара молнии загорелись два крупных подземных резервуара. Площадь каждого такого около 2000 квадратных метров. От взрыва плиты перекрытия раскрылись как книги, вспоминает ветеран. Тушили, что называется, всем миром. Помогали десантные и автомобильные училища. Из Москвы и Тульской области присылали пенообразователи. Когда стали тушить два резервуара, в это время происходит хлопки. Их хорошо, личного состава. Там только-только начали туда прокладывать. Происходит взрыв и еще резервуары. И всего получилось 8 резервуаров. Там написано 10, наверное, да? 8 резервуаров 10 тысяч. Пожару присвоили пятый номер сложности. На пожар прибыла вся резервная техника. Пока пожарные ликвидировали пламя, водители на самосвалах и тракторах делали насыпь, чтобы нефтепродукт не растекался. Был даже любопытный случай, когда водитель бульдозера попросту отказался садиться за руль. Испугался ехать в пламя. Тогда в кабину прыгнул директор нефтезавода. В те дни весь штаб пожаротушения и пожарные находились на своих местах больше 27 часов. Бессменно. Пожарные смогли полностью сохранить 16 из 24 резервуаров. На тушении было израсходовано 61 тысяча кубических метров воды и 170 тонн пенообразователя. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова